У большинства жителей России Кубань ассоциируется с южными курортами и сельским хозяйством. Пляжи, подсолнухи, казаки, вкусные яблоки, помидоры и арбузы. Все это так, однако у региона есть еще одна важная стратегическая роль – выход к международным морским путям. Она меньше заметна для непосвященного человека. А ведь сегодня на порты Краснодарского края уже приходится примерно четверть внешнего грузооборота России. И эта доля растет с каждым годом. В этом фильме мы расскажем, чем сегодня живут и как развиваются грузовые порты Краснодарского края. Об их прошлом и настоящем. О людях, которые уже сегодня создают будущее страны. Более 80% мирового товарооборота проходит по морю. Именно такие перевозки позволяют кардинально снизить транспортные затраты. Ежегодно Россия экспортирует почти 1 миллиард тонн грузов. Если весь этот объем загрузить в один железнодорожный состав, он три раза обернет землю. Примерно 120 тысяч километров. А общая стоимость этого груза – около 40 триллионов рублей. Сегодня в России действует 63 порта. Из них 9 находятся на территории Краснодарского края. В том числе крупнейший порт страны – Новороссийск. В дополнение к традиционным торговым маршрутам через Балтику и Северное море активно развиваются несколько магистральных коридоров. Восточный маршрут – Северный морской путь. Транспортный коридор – Север-Юг. Южный транспортный маршрут через порты Азово-Черноморского бассейна с одной стороны уже хорошо освоен. Здесь находятся крупнейшие порты с многолетней историей, такие как Новороссийск, Темрюк, Ейск и Туапсе. С другой стороны, объемы перевалки на юге сейчас быстро растут. Например, молодой порт Тамань в 2022 году увеличил свой оборот на 20%. Причем грузы отсюда идут в самых неожиданных направлениях. Вот казалось бы, где Тамань, а где Южная Корея. Но тем не менее, через этот порт в прошлом году южнокорейские потребители получили больше 7 миллионов тонн российского угля. Секрет во многом в том, что проекция Меркатора, на основе которой сделаны знакомые всем карты, обманчива, искажает реальные пропорции земного шара. На самом деле, расстояние, например, от Тамани до Индии, очень перспективного рынка, примерно такое же, как от портов Дальнего Востока. Еще на юге России можно грузить настоящих морских великанов. Балкеры типа Кепсайз, дедвейтом до 220 тысяч тонн. Из южных портов российские грузы идут не только в Турцию и на Ближний Восток, но и гораздо дальше – в Африку, Индию, Китай, а также страны Южной и Восточной Азии. Восточные границы Черного моря на протяжении многих веков были важным звеном международной торговли. Первые мореплаватели появились у берегов современной Кубани 2,5 тысячи лет назад. Это были древние греки, которые в те времена активно расселялись по всему бассейну Средиземного моря. Они и основали первые порты колонии – Доргипию на месте современной Анапы, Бату на месте Новороссийска, Германасу на месте Тамани. Прежде всего это были торговые центры. Главный предмет экспорта – пшеница. Со временем из простых торговых факторий стали появляться города, которые заселялись греками, увеличилось количество населения, необходимость была и работать здесь, и защиты этих территорий. Были созданы и государства, такое как Боспорское царство на этой территории. И достаточно долгая эпоха была древнегреческой цивилизации, античной цивилизации. Потом пошли другие народы, всевозможные средневековые кочевники. И в конце концов пришла Турецкая империя, и Российская империя столкнулись на этой территории. И на сегодняшний день в результате борьбы за эту территорию Россия владеет этими землями. И, наверное, она теперь навсегда. Новороссийский порт в 2023 году отметил 178 лет. Эту удобную бухту в устье реки Цемес облюбовали еще греки. Затем здесь была турецкая твердыня Суджук-Кале. А в 1845 году основан Новороссийский морской порт. В те времена отсюда экспортировали воск, мед, воловью шкуру, пшеницу, рожь и рыбу. С тех пор номенклатура груза сильно изменилась. Сегодня через Новороссийск проходит сырая нефть и нефтепродукты, железорудное сырье, сахар-сырец, зерно и растительное масло. Новороссийский морской торговый порт занимает первое место в России по грузообороту и третье в Европе. Товары импортируются из 35 и экспортируются в 65 стран мира. За 20 лет последних грузооборот Новороссийск увеличился практически в два раза. За 84 миллионов до нынешних 147 миллионов тонн. Новороссийск у нас всегда был нефтеналивным портом. У него уже есть большой терминал Шисхарис. Также есть импорт Пищепром, с которого идут продукты. Сюда шла нефть, но сейчас тоже идут нефтепродукты. Также КТКР у нас терминал работает с 2002 года, если я не ошибаюсь, тоже около порядка 20 лет. И там объемы тоже растут просто, скажем так, колоссально. А там сырая нефть перегружается. Отсюда везут зерно. Но, как правило, их зерновозов сейчас просто запредельное количество. Они стоят, ждут как бы своего чередя. Перенесемся с севернее Новороссийска на Таманский полуостров. Здесь тоже в свое время были греческие колонии, Генуэзский и Турецкий порт. Но в отличие от Новороссийска, современный порт здесь появился недавно, в 2008 году. И сегодня он самый молодой из южных гаваней. Впрочем, объемы перевалки растут очень быстро. В 2022 году порт занял шестое место среди морских гаваней России, перевалив более 42 миллионов тонн грузов. Еще на юге России можно грузить настоящих морских великанов. Балкеры типа Кепсайз дедвейтом до 220 тысяч тонн. Еще через порт проходят нефтепродукты и жиженные углеводородные газы, зерно и растительное масло. А недавно запустили крупнейший в мире склад серы на 300 тысяч тонн единовременного хранения. Наши причалы находятся в незакрытой акватории. У нас порт круглогодичный, незамерзающий. При этом мы принимаем суда дедвейтом до 220 тысяч тонн. Это суда типа Кейпсайз. Это на сегодняшний день самые крупные суда, способные перевозить навалочные грузы в мире. Основные направления экспорта есть как классические, это Юго-Восточная Азия, Турция. Также есть и новые рынки сбыта. Это до недавних времен такие недоступные для нас рынки, как Индия, Шри-Ланка. В том числе даже есть поставки в Бразилию. В отличие от Новороссийской Тамани у порта Туапсе нет античной истории. Город возник на месте Вильяминовского форта, построенного во время Кавказской войны. В конце 19 века здесь пересеклись две важные дороги. Шоссе из Новороссийска в Сухум и дорога из плодородного Майкопского района к морскому побережью. Первый груз Туапсинского порта традиционный для юга – зерно. Все изменилось в 20-е годы 20 века, когда из Грозного в Туапсе был протянут первый российский нефтепровод. И на берегу моря появился нефтеперерабатывающий завод. Так у здешнего порта появилась главная специализация – перевалка черного золота, которая до сих пор остается для России стратегическим товаром. Впрочем, сегодня в порту грузят на суда не только нефть. Общий объем перевалки грузов в порту Туапсе достигает 27 миллионов тонн в год. У нас большая номенклатура переваливаемых грузов – это бензин, нефтепродукты, это бензин, мазут, дизельное топливо. Это из сухих грузов – это уголь, минеральные удобрения, зерно, металлы различного вида. И, конечно же, плодовочная продукция, которая к нам поступает из Турции на паромах. Краснодарский край, южные морские ворота России – важнейший экспортный хаб, перекресток множества транспортных артерий. И в следующей серии мы расскажем, как устроен порт, какие дороги сюда ведут и какие технологии используются, чтобы вовремя доставить грузы к месту назначения. Не пропустите! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!